Меня часто спрашивают, как же работает гибридный автомобиль и каким образом он умудряется экономить топливо. Что такое гибридный автомобиль в первую очередь? Гибридный автомобиль это две силовые установки. Это бензиновая силовая установка, тут стоит двигатель 3,3 литра, такой же как на Lexus RX 330, абсолютно такой же, там с некоторыми доработками. Вот, а также стоит, получается, здесь электрические моторы стоят на переднем мосту, да, если можно так сказать, и сзади. В итоге сзади, сзади на Lexus RX 400H только электрический привод, спереди бензиновый и электрический. Общий принцип работы примерно такой. У автомобиля, получается, есть два источника энергии. Есть источник энергии, который вырабатывается от бензинового мотора, и есть источник энергии, который вон там находится в виде батарейки, высоковольтной батареи, которая вон там под задним сиденьем. Вот, и автомобиль, когда ты нажимаешь на педальку газа, сам автоматически разбирается, откуда, из какого источника брать ему энергию для того, чтобы двигаться. То есть, допустим, вот сейчас вот мы стоим, он двигатель заглушил, двигатель сейчас не работает, и вот в режиме пробки он тихонечко берет энергию из батарейки, и мы двигаемся на электрическом приводе. Если мы нажимаем тапочку немножко глубже, и система видит, что ей не хватает энергии для того, чтобы двигаться конкретно от этой батарейки, он начинает подключать бензиновый двигатель, и в итоге, то есть, мощность, которая снимается на колесах, это сумма мощности мотора и электрического двигателя. Смотрите, что происходит сейчас. Вот сейчас происходит процесс рекуперации, то есть, я нажимаю на тормоз, двигатель не работает, а с колес, стрелочка нарисована в батарейку, он собирает энергию в батарейку. Вот мы стоим. Стоим, стоим, мы сейчас в пробке. Начинаем трогаться аккуратненько. Он пользуется только электрической батарейкой. Придавливаем тапочку глубже, подключился бензиновый мотор. И все. Собственно говоря, таким вот образом получается так, что, во-первых, у него, в отличие от некоторых автомобилей, где есть система старт-стоп, да, где он заводит двигатель и глушит, Lexus заводит и двигатель глушит только по необходимости, то есть, как бы, когда есть необходимость снимать энергию из бензинового мотора, он его включает. Именно включает, заводит он его сам. А когда есть необходимость, как бы, в небольшой энергии, то двигатель не работает, и мы едем чисто на батарейках. Вот как сейчас. Сейчас мы едем чисто на батарейке. Сейчас надевел на козыльку, и мы поехали уже, получается, с этим. Обратите внимание, стрелочка в синюю зону ушла. Это процесс рекуперации. Суть какая? Автомобиль пользуется для торможения не только тормозными колодками, он пользуется еще и электродвигателями, для того, чтобы собрать электричество обратно. Вот, нажимаем тормоз, стрелочка ушла в синюю зону, поэтому это даже тут не тахометр стоит, а энергомометр. Он меряет, сколько энергии и куда оно течет. То есть сейчас стрелочка находится в нейтральном положении, то, что у нас, получается, нет никакого расхода. Стрелочка поднялась, я там ее чуть-чуть немножечко стал расходовать энергией. Обратите внимание, что мы сейчас едем с батарейки. Вот сейчас мы едем с батарейки, с батарейки. Пришпорю немножечко. Поцепил мотор. Отпустил газульку. Он видит, что ехать даже быстрее не надо. И он едет дальше на батарейки. Вот так вот тихонечко и перемещаемся на Лексусе. Экономия бензин, потому что вот сейчас едем чисто на электричестве. То есть он сейчас едет практически как электромобиль. И еще умудряется обратно собирать электричество. Вот. Еще один момент, про который я забыл сказать, Но, наверное, очевидно, да, что раз двигатель заведен не всегда, То, наверное, у вас и гидроусилитель не может работать. Поэтому нету здесь гидроусилителя. Здесь электроусилитель руля. Но этим уже, в принципе, никого не удивишь. И, на самом деле, на моторе нету никакого навесного оборудования вообще. А мотор здесь только силовая установка, которая вырабатывает энергию и для тепла. Потому что, на самом деле, печка здесь работает от антифриза. Антифриз должен быть горячим, поэтому мотор прогревает для того, чтобы греть салон. То есть вот, на самом деле, мы греемся, еще греемся от него, да. Но тоже энергию снимаем, по большому счету. Вот. А кондиционер, кондиционер у этого автомобиля, Кондиционер у этого автомобиля, он электрический. То есть у него тоже привод, получается, отсутствует. То есть он работает не от оборотов мотора, он сам по себе вообще существует. Вот. Поэтому даже на заглушенной машине кондиционер молотит на полную катушку. И никаких нюансов с этим нет. Вот так, в принципе, просто. Устроена гибридная система автомобиля. То есть, в принципе, любой гибрид работает по такой системе. В чем заключается экономия? Откуда берется у него экономия по топливу? Кстати, да. У меня за зиму в средний расход получился где-то 10,1 литра. Я считаю, что это немного. Потому что было много прогревов. Всегда ездил короткими перебежками. То есть, в принципе, он ездил практически всегда на бензине. Электричеством пользовался уже только когда мы сильно прогревались. Вот. На этом, в принципе, основана работа, в принципе, любого гибридного мотора. Гибридность любой системы как раз заключается в том, что она использует два источника энергии. Энергию от бензинного мотора и энергию от электричества. А электричество он умеет собирать обратно, когда ты нажимаешь на кнопочку на педаль тормоза. Он умеет собирать электричество обратно в батарейку. И в итоге у него процесс рекуперации позволяет экономить бензин. Потому что он потом ту энергию, которую забрал обратно в батарейку, может ее обратно отдать. Надеюсь, я все понятно объяснил. Сегодня постараюсь сделать еще одно видео, в котором я расскажу, сколько стоит владение Lexus RX гибридным. Уже по истечении года. То есть у меня уже год эта машина. Мы поговорим про то, сколько стоит обслуживание, сколько стоит содержание этого автомобиля. Вообще дорого это или недорого. Вот. На этом заканчиваю видео. С вами был Амир Гумеров. Не забывайте подписаться. Не забывайте нажать колокольчик. Написать комментарий, если вы со мной в чем-то не согласны. Или если вам есть что добавить, пишите комментарии. Давайте пообщаемся. Всем пока. Удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok